Талант — это всех на правильные позиции расставить. Если ты ставишь человека на ту позицию, которая ему неприродна, то он будет плохо работать. Важнейший элемент управления — это контроль. Если невозможно проверить, это всё нет управления. Неделя прошла, потом раз в неделю совещание, итоги недели. Это не работает. Нужно управлять каждым днём. Как это, если ты его руководитель, как это ты не знаешь качества? Если ты не видел, как ты можешь им управлять? Если менеджер, руководитель колл-центра непосредственно, в котором продавцы или консультанты, правильно ли требовать от менеджера, чтобы он иногда собственным примером брал и демонстрировал закрытие с клиентом, и, что называется, спускался и показывал, и иногда сложных клиентов брал на себя, то есть эскаляцию такую, чтобы спускался вниз? Давай разберём. Я конкретно, люблю конкретику. Он руководитель отдела продаж? Да. М1 или М2? М1. Сколько у него продавцов? 15. То есть он М1, и у него 15 специалистов. Специалистов я называю «С». Да. Специалист первый, специалист второй. У него 15. Их специалист 15. Вот он ими руководит. Дальше. Ты говоришь про М2, который правильно ли… Твой вопрос. Правильно, чтобы М2 требовал от М1, чтобы он им показывал? Да. Да. Потому что, чтобы человека научить, нужно три вещи. Первое – это рассказывать. Второе – это показывать. И третье – это корректировать. Любой менеджер – это учитель. Он должен учить. Самый лучший стиль управления – это когда ты как учитель, как тренер. Мне, чтобы тебя научить, я тебе должен, первое – рассказать теорию. Вот надо звонить вот так, 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 вот здесь вот так. Рассказать теорию. Второе – я должен тебя спросить, ты теорию понял? Ты говоришь, да. Но когда я спрашиваю, понял или не понял, и человек говорит, да, я знаю точно, что не понял, ну, из опыта. Ты говоришь, да. Я говорю, ну, хорошо, давай, расскажи мне. Ты начинаешь рассказывать, понятно, что ты ничего не понял. Хорошо, я тебе еще раз рассказываю. Тут в менеджменте очень важно терпение, быть дятла-попугаем. Повторять, повторять, долбить, долбить, повторять и терпеливо это делать. Ни в коем случае не используйте фразу «я же тебе, я же уже это говорил, я же еще раз повторяю». Вот это страшная фраза. Ну, понятно, что предприниматель лишила жопы, им очень тяжело это терпение. Допустим, я тебе второй раз, третий, я убедился, что теоретически понял. Ну, когда ты теоретически понял, это только первая часть. Если я тебе учу в теннис играть, я тебе расскажу теоретически, как нужно бить, там, удар какой-то. Ты понял, вот так, 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 да, понял, повторил. Это первая часть. Вторая часть обучения – это показываю тебе. Ты понял теорию, теперь я беру ракетку, как мастер, и бью, и показываю тебе, как это нужно делать. Ну, то есть в продажах это я беру и продаю. А третья часть обучения, после того, как я рассказал и показал, корректировка. Теперь ты, я даю тебе ракетку, и ты бьешь, я стоп. Понимаешь, даже первое и второе, все равно ты не научишься это делать. Теория, и даже если ты увидишь, как я, ты не научишься. Ты научишься после того, как третья, я тебе буду корректировать много раз. Стоп, стоп, левее. И вот тогда ты научишься. Поэтому М1, как правило, идеально он должен в этом разбираться. Если М2, например, может ли М2 не разбираться в самих продажах, да. Но М1, как правило, в продажах должен уметь продавать. Например, если менеджер очень опытный, вопрос, мог бы ли я руководить продавцами, не показывая им, как продавать? Да, я бы мог. Но я бы взял кого-то другого, кто бы показывал. Я бы взял, понимаешь? То есть я бы чисто операционно руководил, цифрами, а приглашал бы учителя, тренера по продажам, который бы им показывал. То есть либо сам показываешь, либо кто-то должен приглашать кого-то. Понятно. Алекс, подскажи, пожалуйста. Сейчас вот вопрос. Алекс, а как ты понимаешь, вот именно тот ли человек, с кем ты хочешь поделиться долей? Вот ты его вроде бы пригласил, ты понимаешь, что он сильный по определенным качествам. Но это он или не он? А как ты вот с женой понял, что она? Она же не мужчина. Вот она женщина, она совсем другая. Но ты вот она, вот я готов с ней делиться. Вот это просто девушки, а вот это с этой готов делиться. Вот именно в этом и вопрос. Ну вот как? Давай, вот как пожене, ты понял? Братья же не все постоянные. В этом и суть вопроса. Пожениться легко. А, в смысле что? Да, да, да. В этом смысле. Суть вопроса именно в этом. Да, здесь они бывают без риска. Нет, риск есть, но просто как его сделать? Ну, снизить до минимума. Никак. То есть полагаться только на интуицию? Да, да. Вот как бы мы ни говорили, но так устроен мир, что надо рисковать. Вот ты встречаешь человека, и вот, например, на зарплату он не пойдет. А вот партнером пойдет, а ты с ним никогда не работал. И вот тебе надо рискнуть. И вообще, ты когда женишься, тоже риск. Ну, риск. А вот… Да, ты можешь отдать долю, и потом может это не сработать. Значит, ты вот самую главную штуку в бизнесе плохо делаешь. Самая в бизнесе главная штука – это выбирать правильных людей. Интуиция на людей. Правильно ли сделать какую-то промежуточную стадию перед тем, как отдать долю? Предположим, не отдать долю, а отдать… Правильно. Правильно, если человек согласен. Это как с девушкой. Ты говоришь, слушай, давай промежуточную стадию, давай в такой позе, в такой, в такой. Она говорит, нет, только… Ну, типа гражданский брат. Она говорит, только если мы расписываемся, и ты мой муж, тогда да, а так нет. Нет, потом будешь думать. Ну, если на этом примере… Нет, я говорю, менеджер, если согласен на промежуточный этап, конечно. А если не согласен, тогда думаешь, готов ли ты. У меня часто бывало, где человек говорит, я готов работать, но мне вот такие-то условия. Я без промежуточного этапа не готов. Просто есть, например, мышление, да, коммерческое, когда ты вроде бы с нишей уже определился, ты понимаешь, ниша большая, растешь ты быстро, потенциал высокий, но ты еще не настолько опытный именно с точки зрения интуиции. Там, она же тоже… Такая молодая, ты первый раз, когда женишься. Ну, она всегда мимо, практически. Ну, я уже… Когда первый раз женишься, практически всегда мимо, потому что недостаточно опытный, выбрал, и потом позже понимаешь, что ошибка. Но некоторые такие, как я, и второй раз, и третий, и четвертый. Да, все-таки, ну, понятно, любовь сильная, она же там… Любовь, это же, ну… Не шутка. В жизни это такой фактор, но все-таки он более системный же, там есть какая-то определенная, думаешь, методика, жизнь вроде бы как… Ну, вот я тебе рассказываю, может, у кого-то она есть, у меня вот, где есть методика, там я тебе рассказываю, где нет, я вот тоже рассказываю. Может, она есть, но просто у меня, может, ее нет. Но это же аналогии с жизнью. То есть вот ты видишь крутой менеджер, очень. Ты хочешь с ним работать. Ты понимаешь, что если… Тебе кажется, что если он согласится, то все, у тебя прикрыта будет операционка, и ты сможешь как предприниматель полностью реализовываться, идти в атаку, вперед, а у тебя тыл всегда будет прикрыт, финансы, айти, вот это все. И ты ему предлагаешь. Он говорит, да, я согласен, но если это, это, это условие. Ты говоришь, не, ну давай полгода поработаем, посмотрим, как получится. Он говорит, нет, так я не готов. У меня тут. Ну и дальше ты думаешь. Я брал одного менеджера, он говорит, хорошо, полгода поработаем, но если либо мне не понравится, либо тебе не понравится, не только тебе, 200 тысяч долларов. То есть, вот полгода я работаю, вот Руслан подтвердит, что это правда. Полгода работаем, если, через полгода я говорю, не, я не хочу с тобой работать. Он говорит, все равно я ему должен 200 тысяч долларов заплатить. Потому что есть Рональда, он сразу контракт, он тебе не будет это играть, посмотрим. Да. Вопросы? Алекс, а вот если вернуться к системе менеджмента, вообще мы много говорили про менеджеров. Кто такой хороший менеджер? Что он должен делать, что он делать не должен и как понять, что он хороший? Очень широкое понятие. Хороший М1, хороший М2. Хороший гендиректор. Тут надо конкретно говорить, какого размера бизнес. Если бизнес маленький, то менеджер, он будет де-факто М1, потому что у него 10 специалистов, а значит он М1, лейтенант, де-факто, фактически М1. Но интеллектуально он может быть полковник или генерал. И это все большая разница. Если он интеллектуально тоже М1, нормально, если ты талантливый предприниматель, молодой, талантливый, и продолжаешь развивать и укреплять постепенно, еще брать, еще брать операционистов. А если ты вот как серийный предприниматель хочешь оставить на лейтенанта, интеллектуально лейтенанта, де-факто понятно, бизнес еще маленький. И что бизнес будет расти? Нет. То есть хороший, может быть, человек может быть, М1 шикарный, но если М2, он может быть уже ужасный. Лейтенант прекрасный, майор плохой, а генерал вообще никакой. Дальше, еще есть менеджеры коммерческие и операционные. У меня сейчас есть менеджер в новом бизнесе. Вот мой, Ренат, Денис, партнеры мои. У нас есть менеджер, который менеджер, не совладелец, но он коммерческий менеджер. Он операционно умеет руководить, но он лучше идеи генерирует. То есть он идеи генерирует как предприниматель. Как будто бы он предприниматель по идеям, но не предприниматель. И если это не понимать, то проблема. Во-первых, ты будешь требовать от него операционно руководить, а он операционно не очень любит. Ну, если ты ставишь человека на ту позицию, которая ему не природна, не естественна, то он будет и плохо работать, и талант – это всех на правильные позиции расставить. Если он коммерческий менеджер, это очень редко, кстати. Обычно коммерческие предприниматели. Но есть коммерческие люди, которые не предприниматели. Это очень редкие люди. Их нужно тоже очень ценить. Без них не построить большой бизнес, потому что в большом бизнесе начинается тоже много решений, и ты уже просто сам не успеваешь эти решения принимать. Коммерция – это принято. Вот ситуация, и нужно Е2, Е4, слонов. Вот решение, это не операционка. Алекс, ну управление – это ведь система. А из каких элементов эта система состоит? Операционное управление – это система, да. А что это такое? Ну смотрите, что такое бизнес-процессы для специалистов, почти все знают. И компания, которая начинает развиваться, она в основном начинает развиваться, там 10, 20, 30 человек, благодаря тому, что появляются бизнес-процессы для специалистов. То есть у тебя 4 магазина, они начинают работать в 9 утра. Когда у тебя не было системы, то в 9-10 открылся магазин, то нет системы. Сидишь, думаешь, как решить этот вопрос? И ты начинаешь прописывать. Бизнес-процесс – это повторяющиеся действия. Очень все просто, повторяющиеся действия с какой-то периодичностью. Каждый день нужно магазин открывать, да. Во сколько? В 9. Для этого нужно в 8,50 быть на месте. Потом, как проконтролировать, что все в 8,50 на месте? Нужно камеры поставить, иначе ты… Если ты не можешь проконтролировать, это не система. Все, что может быть не сделано, будет не сделано. Есть такое правило. Все, что может быть украдено, будет украдено. Все, что может быть не сделано, будет не сделано. Поэтому контроль – это обязательная составляющая управления. Контроль. Всегда. Если нет контроля, если невозможно проверить, это все, нет управления. Элемент. Важнейший элемент управления – это контроль. Значит, первое – 8,50 всем быть. Второе – это проверяется через камеры. Или еще там сняли сигнализации, еще каким-то образом. Потом приходишь как-то в магазин в 9, он открыт в 9, но там жарко. Блин, понимаешь, что надо создать бизнес-процесс. То есть предприниматель и хороший менеджер – это создатель бизнес-процессов. То есть он смотрит, у него 4 магазина, пришел в 1, а там жарко летом в 9 утра. Клиент пришел, вроде все правильно. Вот первый бизнес-процесс, в 9 открылся магазин, но там очень неприятно. Ты создаешь новый бизнес-процесс. То есть вот это запомните, хорошее совещание – это где ты создаешь новый бизнес-процесс. Плохой менеджер, плохой предприниматель, он приходит, жарко. Почему вы кондиционер не включили? Включите кондиционер. То есть он просто решает этот вопрос. Ну, как бы капает с потолка периодически. Плохой предприниматель, он ходит с тряпкой, вытирает эту воду. А хороший предприниматель говорит, идите дайте этому соседу, сказать ему еще раз, он не выключит. То есть он решает в корне проблему. Почему капает постоянно? Потому что он забывает выключить. То есть вот эта разница между, я так сразу же вижу. Вот возникает проблема, как человек, он решает саму проблему, или он создает бизнес-процесс, чтобы она никогда больше не возникла. Создается бизнес-процесс новый. То есть 8.50 нужно не просто открыть, а включить кондиционер на такую-то температуру. Как контролировать, думаешь? А какие-то датчики? Сейчас благодаря этой технологии рай просто для построения бизнеса, потому что можно по всему миру строить бизнес, и как будто бы это вот здесь. То есть ты контролировать можешь камерами, какими-то датчиками, GPS-координаты. Где человек находится? GPS-координаты. Ну, то есть, Алекс, у нас есть специалист, у нас есть бизнес-процесс, который он должен выполнять, у нас есть контроль. Да, сейчас я мысль не закончил, я начал, не закончил. Так вот, на первом этапе, если предприниматель додумывается, что надо создавать бизнес-процессы для специалистов, у него бизнес начинает расти. То есть у специалиста появляется, что он должен делать. 8.50, включить свет, включить кондиционер, потом разложить товар, потом до 11 утра там что-то, какой-то отчет отправить. То есть появляется у специалистов бизнес-процессы. Но, что я заметил, интересную такую штуку, что у специалистов есть уже бизнес-процессы, а у менеджеров нет бизнес-процессы. То есть есть цели у менеджеров, есть цели. Там, допустим, если ты руководишь магазином менеджером, если он достигнет таких-то показателей, ты получишь 10% от прибыли. Мы, предприниматели, когда берем менеджеров, мы говорим, создавай для специалистов бизнес-процессы, потому что если нет бизнес-процесса, то так, то так. То включили кондитер, то не включили. То пожарили картошку, пересолили, не пересолили. То есть делают, как хотят, а не так, как нужно. И в этом году, через 30 лет занятия бизнесом, и моей любви к менеджменту и ко всему, я вдруг понял, что нужно, вот где проблема, что нет бизнес-процессов для менеджеров. И я придумал бизнес-процесс для менеджеров. Считаю просто очень крутой и простой. Сейчас вам буду показывать. Потому что неспокойно как-то предпринимателю. Ну да, специалисты уже как бы по процессу работают, вот этот менеджер, вот просто, ну и теряешь контроль. То есть ты, вот, если нет системы управления, то ты уже как предпринимателю начинаешь все больше и больше терять контроль и не знаешь, что там внизу делают. Поэтому я начал думать, вот разложил сначала. Вот М1 специалисты, а у М1 есть М2. То есть есть такое первое правило. У всех в компании есть начальник, кроме гендиректора. То есть над гендиректором никого нет. Ну, как правило, в компании такого среднего даже уровня гендиректор сам собственник. То есть над ним никого нет. Но под ним все, кто работают, над ним кто-то есть. То есть если есть специалист, то над ним есть менеджер, М1. Если есть М1, и он не первый номер, то над ним кто-то есть. То есть вот либо ты М2 уже, либо ты еще выше. Допустим, еще выше. Вот есть какой-то М2, под ним есть М1, майор, лейтенант и специалисты. Значит, две вещи нужно научиться. Нужно научиться любого размера компания. Если научиться правильно управлять специалистами, чтобы лейтенант правильно начал управлять специалистами, и потом научиться, чтобы М2 правильно создать. Я задачу такую себе поставил. Если я создам систему, бизнес-процесс по управлению, вот здесь уже есть бизнес-процесс, а бизнес-процесс по управлению менеджера специалистами, М1 специалистами, и потом придумаю бизнес-процесс управления М2, М1, то все, теперь уже неважно, какого размера компания, хоть 100 тысяч человек. Потому что чем отличается 50 человек компания от 100 тысяч? Просто в компании, которая 100 тысяч, кроме М2, есть еще М3, М4. Но если я создал процесс управления менеджером-менеджером, менеджером-менеджером, то М3, М2 – это точно такой же процесс, одинаковый. М4, М3 – одинаковый. М5, М4 – одинаковый. Вот М1 специалистами – это один процесс, я покажу. А потом дальше М2, М1, М3, М2, М4, М3 – это одинаковый процесс управления. Алексай, может быть, ты вначале… Сейчас, секунду, секунду. Да, кто ответственный за написание рабочих инструкций для этих процессов? Менеджеры или все-таки гендеры? Каких? Кого? Я не понимаю. Но специалисты должны следовать каким-то процессам и должна быть написана рабочая инструкция. Придя на работу, они с ней ознакомились. Специалисты – бизнес-процесс для специалистов. Как он создается? Он создается эволюционно, он не так садится, пишется. Вот так раз, идея пришла, добавили, идея пришла, добавили. Можно ли поручить менеджеру первого уровня писать процессы для специалистов? Или все-таки должен быть кто-то, кто их перепроверит? Это не важно. Это не важно. Это то, что ты говоришь, это попытка, это ленивый менеджмент. Это не так работает. Можно поподробнее? Ну, давай на конкретном примере. Ну, вот ты менеджер по продажам. М1. Менеджер. Да. Вот это твои продавцы. Вот ты, вот это ты, вот это я. Но мы начали работать. Я со своей стороны должен написать рабочую инструкцию. Не надо ничего, ты сразу написать, подожди. Написать это не самое главное. Самое главное это что? Это может быть устно, может быть письменно. Важный наш сам принцип. Вот, допустим, стартап, ничего пока нет. И вот я начал звонить. Вот первый день я сделал 30 звонков. Всего набрал 30 номеров. На следующий день мы с тобой, ты со мной разбираешь этот день. И в процессе разбора ты мне доказываешь, что 30 это ужасно, это мало. Должно быть 100. И я соглашаюсь. Все. Мы записываем. Первая договоренность. Должно быть 100. Просто записываем. Родилась, родился бизнес-процесс. Бизнес-процесс они прописывают. Они рождаются и, конечно, их фиксируют. То есть родился первый. Дальше. Хорошо, 100 договорились. Дальше слушаем мои 30 звонков. Первый звонок слушаем. Запись. А, нет, нет записи. Ты мне говоришь, а где эти 30 звонков, я могу послушать? Нет. Я говорю, почему? Ты говоришь, почему? Ну как, о чем? Мне никто не сказал. Хорошо, давай договоримся, что будем записывать. Вот CRM, вот записи. Я говорю, хорошо. Все. Второй родился бизнес-процесс. Вот теперь мы не просто 100 звонков, а теперь они в записи. Дальше нет смысла совещание проводить, потому что нет записи. Второй день, уже два процесса есть. 100 звонков я сделал, и записи есть. Мы берем... Ты мне говоришь, давай четвертый звонок на выбор. Раз, четвертый ткнул. Давай послушаем. Начинаем слушать. Такую чушь несу. Ты мне говоришь, давай договоримся, что ты будешь говорить вот таким-то голосом. Договорились. Раз, новый... Вот так это рождается. Бизнес-процессы рождаются. И они добавляются, добавляются. Все лучше и лучше и лучше. Окей. Другая ситуация. Менеджер третьего уровня должен требовать от менеджера второго и первого выполнения этих процессов. Если менеджер первого уровня не в состоянии придумать процесс для специалиста, значит, он не менеджер, его убирать. Или все-таки менеджер третьего уровня должен требовать от второго и первого, чтобы он выполнил. Ну, я сейчас покажу, как это работает. В этой системе, которую я создал, это все присутствует. Все, смотрим. Спасибо. Очень простым способом. А кто хочет со мной в ролевую игру поиграть здесь на сцене? Я просто на примере покажу. Давай. Кто еще хочет? Никто. Хорошо. Ну вот, да, как раз сюда остановитесь. Как раз отлично. Вот мы будем играть ролевую игру. Ты специалист, ты М1, а я М2. То есть, я твой начальник, а ты его начальник. Вот. И легче всего это на продажах. Потому что там конкретно. Вот это ты. Как тебя зовут? Мирий. Как? Мирий. А тебя? А, ты вот. Андрей. Да. И это я. Ну, сейчас записывайте. Сейчас очень много всего вам нужно эту структуру записать. Первое правило. Управление ежедневное у нас. Мы управляем вчерашним днем. Мы не так, что там неделя прошла, потом раз в неделю совещание, итоги недели. Это не работает. Нужно управлять каждым днем. Иначе, если ты до 11 утра не проанализировала и не подвела итоги прошлого дня, все, прошлый день улетел, фагеры уже забыли, уже дальше жизнь пошла. Нужно нужно вчерашним днем. Поэтому сейчас мы играем такую ролевую игру, что вот вы все тоже, у нас какой-то огромный холдинг, вы все гендиректора, я стал новым гендиректором этого холдинга, вы всех собрал, вы гендиректора разных бизнесов в этом холдинге. И вот я вам показываю, как мы будем управлять холдингом, показываю систему управления. Вот первое я вам говорю, это каждый день мы управляем, не так, как раньше. Понял это, да? Значит, сейчас утро, вот у тебя с ним совещание, вот это твоя команда, их таких, как он, пять. Ну, ты со всеми пятью не можешь каждый день провести совещание, совещание – это тренировка, итоги дня, вот ты начинаешь с ним проводить совещание по вчерашнему дню. Давай. Вот как ты вот будешь, вот управление. У тебя, Андрей, какой у тебя бизнес? Консалтинг. Продаем, а не продаем, помогаем купить жилье. Да, а пока есть система управления компании? Да, есть. Какая? Девочки, давайте? Нет, у нас есть система Bittrex, у нас есть… Bittrex – это не система. Нет, это серия M-система, плюс еще у нас есть… Это, конечно, Bittrex, это сказать, у нас есть iPhone, у нас есть Telegram, система управления. Вот это очень важно понять, что почти ни у кого нет системы управления. Не, она есть, я называю девочки, давайте. Давайте, девочки, девочки, давайте. Как дела? Еще есть такая система. Приходишь на работу, как дела? Девочки, давайте. А эта система, которую я вам покажу, называется «Пришла весна». Весна покажет, кто где срал. Еще название этой системы подводная лодка. Хрен убежишь. Давай. Так у тебя нет системы управления? Ну, как дела, девочки, давайте, да? Нет, у нас, в первую очередь, у нас есть отчеты, мы чисто по цифрам, то есть, что было проделано в течение одного дня. А, уже за день управляете. Да. То есть, ежедневно высылают отчеты. Ну, хорошо, есть система, я покажу лучшие системы. Давай. А ты на супе не учишься? Нет. А, ну, точно тебе покажу лучшие системы. Вон, сидят, учатся. Кто учится? Поднимите руки. А вы в одной компании, да? Да. Вы все одна компания? Да. И вы на супе учитесь? Да. А он, а кто он у вас в компании? Да. Ага, всех послал учиться, а сам лентяй. Да. Ты тоже, да? Так, а вы уже начали по супу руководить? Да. У нас команда программистов и строим в таблицах это все, чтобы видеть четко, ясно, за вчерашний день, за прошлый день, за прошлый год выходит. Мы видели это чуть-чуть по-другому в филиалах, а в супе я потом уже поняла, я три раза его пересматривала. То есть он проходит, я еще смотрю-смотрю, до меня сразу не доходит. И сейчас поняли, я поняла лично сама, что надо строить именно на специалистах. А раньше мы строили на филиалах. А потом говорили, как дела, почему это не получилось. То есть уже с конца сентября, ну задание сейчас перед вылетом далось программистам, они сейчас сделают. Сказали, сделают. Ну, конечно, пока МИС нет четкого понятия, у нас выходит другой учредитель, отвечает именно за техническую сторону. Он тоже суп не смотрит, поэтому чуть-чуть сложно это быстрее сделать. По прилету мы это вместе еще раз посмотрим, обсудим и сделаем это быстрее, я думаю. Не верю. Я надеюсь. Давай. Это просто принцип корпоративной культуры наш, не верю. Один из принципов. Андрей, что было проделано за вчерашний день? Неправильно. А кто суп хорошо уже понимает, может выйти, показать, как правильно. А что было проделано за вчерашний день? Чушь. Пойдем, я с тобой рядом здесь буду. Хорошо. Ладно, ладно, я тебя буду учить. Ну, это нормально. Значит, смотри. Твоя задача оценить его за вчерашний день по четырем показателям. Первый показатель, записывайте, количество усилий. Как измеряется? Я сейчас покажу, не переживай. Второе, качество усилий. Третье, опер-результаты. И четвертое, финансовый результат. А ты откуда знаешь? Ты же не смотрел? Просто логика. Да, логика. Ага, молодец. Ванга. Значит, количество усилий – это сколько часов он вчера работал. И все, и только это. Не был на работе сколько часов. Не находился, не жопа часы. А сколько работал, трудился. Ну, давай, определи. Ну, здесь только по камерам можно поднять. Давай так, смотри. Теперь. Можно. Стоп. Вот это я. Ты ко мне пришел на совещание. Ты пришел ко мне на совещание. А вот он твоя команда. И еще пять человек. Я говорю, так, значит, давай вот Андрея разберем. Я тебя спрашиваю. Сколько он часов работал? Восемь часов. Не верю. Тогда вот вам. Ты сможешь доказать, что восемь часов? Да. То есть работал, не был на работе? Да. Количество часов. Все хорошо. Вопрос. Хорошо. Доказал я. У нас система. Но все, не надо, не надо. Хорошо. Да. То есть это всегда специалистов оценивают каждый день по четырем показателям. Очень простая система. Но только если вы будете делать точно вот так, никак не будете менять. Она будет невероятно работать. Почему важно понять, сколько он работал? Не чтобы наказать, а для осознанности. Потому что когда начинаешь вот так смотреть, оказывается, что не восемь часов. Оказывается, что два часа, четыре часа. А когда М2, М1 начинаешь смотреть, когда менеджеров начинаешь смотреть, они вообще ничего не делают. Они утром пришли и сказали, девочки, давайте, я в вас верю, и ничего больше не делают. Надо понять реально, сколько человек работает. Почему? Потому что, например, если ты поймешь, что у тебя люди работают не восемь часов, а четыре, так ты же можешь в два раза меньше людей. Ты можешь половину уволить, оставить тех, кто готов работать восемь, и поднять им на пятьдесят процентов зарплату. И будет им выгодно, и фирме выгодно. У тебя было сто человек, которые по сто долларов получали. Останется пятьдесят, которые по сто пятьдесят будут получать. И фирме выгодно, это меньше намного. И людям выгодно. Поэтому для осознанности это упражнение очень важно, сколько работал человек. Понимаете? Это только специалистов касается. Восемь часов. Хорошо. А что? Качество усилий какое? Значит, количество усилий, оценка какая? Пять. Потому что восемь часов – это пятерка по пятибалльной шкале. Качество усилий. Что такое качество усилий? Это, например, он работал восемь часов, но качество же может быть на два. Количество и качество никак не связаны. Может быть, по количеству двойка, а по качеству пятерка. То есть очень мало делал, но очень качественно. А бывает очень много и некачественно. То есть есть четыре варианта. Много и качественно. Много и некачественно. Мало и некачественно. и мало, и некачественно. То есть цель, чтобы все люди в твоей команде работали намного и качественно. 5-5 по качеству. Какая у него оценка по качеству? Определить качество только по неким результатам, то есть количество обзоненных видов. Вот смотри, я твой новый менеджер. Вот у нас первый день работы. Вот то, что ты сейчас говоришь, я уже делаю тебе предупреждение. То есть если на следующее совещание ты придешь, и ты не будешь знать качество его усилий, то я с тобой не смогу работать. Как это, если ты его руководитель, как это ты не знаешь качество? Если ты тренер, а он футболист, ты вот вчера с ним, ты видел количество, как он потел, сколько он тренировался, и ты видел качество? А если ты не видел, как ты можешь им управлять, если ты не понимаешь его качество? Правильно ли я понимаю, качество то, как он отработал текущую работу? Качество того, что он делал. Если он рисовал качественные рисунки, если он звонил, если он же продавец, вот сколько он круто продавал. Вот, а как его измерить? Круто продал. А как ты можешь быть менеджером, если ты не можешь измерить его качество? Количество обращений к количеству заключений. Нет, 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 нет. Это, потому что это третье. То, что ты сейчас говоришь, стоп, это операционные результаты. Все, понятно. То есть, смотрите, в бизнесе есть две вещи, опять же, я на два люблю делить. Усилие и результат. Все, только есть две вещи. Пот и счет. Пот и счет в футболе. Потеют и счет. Суета еще я называю и счет. В бизнесе есть суета, суета, суета и счет, табло. Поэтому вот это, суета, это усилие, это результат. Усилие бывает тоже двух видов. Видишь, все на два, и не янь, все на два делится. Усилие бывает количество усилий и качество усилий. А результаты бывают тоже два типа результатов. Операционные результаты и финансовые. Что такое операционные результаты? Это все, что цифры, но не деньги. Например, сколько дозвонов вчера было? План 100, факт 80. Сколько было? Какая была конверсия? 6 процентов. 6 процентов же на хлеб не намажешь? Это же не деньги. Только же деньги можно. За деньги купить масло и намазать, за конверсию и на хлеб не намажешь. Но это же нужно считать. Обязательно, чтобы управлять бизнесом, нужно управлять усилиями, управлять результатами. В усилиях нужно управлять количеством усилий и качеством усилий. А в результатах нужно управлять оперезультатами и финрезультатами. Понятно, да, система? Да, так вот оперезультаты, качество усилий, это вот просто... Вот он с 10 клиентами разговаривал. Он на 5 с ними говорил, на 4, на 3 или на 2. Отлично, хорошо, плохо или ужасно? Нет, ты сначала мне скажи. Я потом тебе спрошу, почему? Пусть будет 5. Хорошо, почему 5? Почему 5? Я же не... У нас в корпоративной культуре один из пунктов не верю. Все время нужно... Как бы не верю. Почему 5? Почему 5, потому что из всех прозвоненных лидов было, как и все выполненные, ну, сказанные скрипты, еще плюс ко всему был дожим. О, хорошо. То есть это очень высокого уровня разговор был, да? Да, были предложены всем. Тут очень важно не путать это, конверсия никакого значения пока не имеет. Пока просто качество, это очень важно, отдельно. Ничто, никакой результат получился благодаря тому, что он круто говорил, а как он говорил. Пока мы на результат не смотрим, мы только смотрим на усилия. Я объясню сейчас почему, это очень важно. Давайте уже сейчас объясню почему, сейчас могу забыть. Повторяю, это то, что я сейчас пытаюсь вам за несколько часов, это 50 часов тренинг. Поэтому трудно. Смотрите, мы когда анализируем, вот генеральный директор смотрит на ситуацию, вот ситуация плохая. И дальше надо диагноз поставить. То есть почему она плохая? Вариант может быть какой? Команда работает отлично, а результат все равно плохой. Это что значит? Это значит, что операционно работает команда отлично, а результат плохой. Это значит, что коммерсанты виноваты. Они неправильные решения приняли, неправильный продукт, неправильные цены. Понимаете, что могут продавцы работать идеально, а результат может быть плохой. Почему? Потому что они продают Nokia, которую никто не хочет покупать. Но они продают, измеряем количество усилий, 5, измеряем качество усилий, 5. Результат ужасный. Без этой системы у вас что получится? Вы будете обвинять продавцов. Все равно, вы же точно не понимаете, что они на 5 по количеству и по качеству работают. Если вы это не измеряете, вы не понимаете. Если результат плохой, вы виноваты. Значит, что-то вы не то делаете. Поэтому нужно отличать. Теперь вариант такой. Может быть, результаты хорошие, а продавцы работают плохо. Может быть. Что-то настолько круто продается. Продавцы, если измерять по количеству на двойку, по качеству на двойку результат хороший. Если вы не по этой системе работаете, вы будете думать, что они красавчики. И платить им большие деньги. Поэтому для того, чтобы гендиректор правильный диагноз поставил, в чем причина или супер хороших результатов, или супер плохих, нужно сначала, это называется методом исключения, сначала нужно, если плохие результаты, сначала нужно посмотреть, как поколить по усилиям команды. Есть усилие, есть результат. Результат плохой. Надо измерить усилие. Если измеряем усилие, видим, что солдаты, им сказали траву в зеленый цвет покрасить. Они покрасили в зеленый цвет. Круто, быстро. А приехал генерал, говорит, что бараны какие-то, зачем это? Солдаты же не виноваты. Им нужно заплатить. Им нужно дать бонусы. Потому что они свою работу сделали на пять. Виноваты те, кто им это задание поставил. Если без этой системы, у вас всегда будут солдаты виноваты. И это очень опасно. Потому что если нужно быстро поставить диагноз, если результаты плохие, а работают все по количеству и по качеству усилий отлично, значит точно что-то с продуктом не то, с позиционированием, с продуктом, с именем, с коммерческими решениями, с ценой, с рынком. И тогда здесь начинаешь искать причину. А если не измеряешь, всегда думаешь, что с продуктом все хорошо, с ценами все хорошо, это продавцы плохо работают. Ну или там вот... Понимаете вот этот очень важный момент? Да. Сейчас, сейчас, еще мысль. Хорошо, спасибо, не забудь. А когда вы работаете по этой системе, и результаты плохие, и вы точно видите, что количество усилий, и очень важно отдельно, количество и качество это разные вещи. То есть усилие, количество и качество. Надо отдельно количество, отдельно качество. Потому что есть четыре варианта. Потому что, может быть, мало усилий качественно, можно много усилий некачественно. То есть надо понимать... Нужно стремиться, чтобы и количество, и качество было на пять. Тогда это первый уровень. Значит, если... Смотрите, результаты плохие. И усилия два, или тройка. Нужно быстро вылечить сначала это. Сначала нужно вылечить операционку. Количество и качество усилий. Потому что, может быть, такое, как только вылечишь операционку, начнут все отлично продавать, много звонить, отлично продавать, поперло. Тогда действительно причина была здесь. А может быть такое, что плохо работает операционка, ты это увидел, начал ее лечить. Эта система, она дает конкретику. Благодаря тому, что есть оценки конкретные. Пять, четыре, три, два. Отлично, хорошо, плохо и ужасно. Конкретика. Не просто вылечил. Что такое вылечил? Это четверка, пятерка, тройка или двойка. Конкретную оценку. Я покажу. Вариант может быть такой. Вылечил операционку, встали на пять, и все равно плохие продажи. Тогда, методом исключения, это вылечили и все равно не помогает. Тогда точно это коммерция. То есть может быть такой вариант, что и то, и другое. То есть продажи плохие и по причине операционки, и по причине коммерции. А может быть по причине операционки. Вылечил операционку, продажи пошли вверх. Усилие. Операционка это усилие. А может быть такое, что вылечил операционку, не пошли, значит... Может быть такое, что операционка изначально хорошая, Но, как правило, она у всех плохая. Если вы не по этой системе работаете, как только вы начнете измерять количество и качество усилий, в шоке будет. А у многих вариант такой. Деньги нормально зарабатываете. А как только начнете измерять количество и качество усилий, увидишь, что там тройка и двойка, вы поймете, что можно еще в два-три раза больше зарабатывать. То есть может быть такое, что усилие на тройку, количество усилий и качество усилий, а результат хороший, конечно, может быть. Это значит, что куча недозаработанных денег. Что если начнет еще и по усилиям, и по количеству, и по качеству работать на пять, это будет еще в разы больше прибыли. То есть вот управление – это диагностика. Каждый руководитель – это бизнес-доктор. То есть он утром приходит, ему надо диагноз поставить, что происходит. Он смотрит на результат, результат либо, ну, крайности возьмем, либо отличный, либо плохой. Окей, это легко увидеть. А почему, самое сложное, почему отличный? А если отличный, а может быть больше? У нас в корпоративной культуре такое есть правило, очень важное, принцип незаработанной деньги. То есть если мы зарабатываем миллиард, это не значит, что это хорошо, если мы могли два заработать. То есть это преступление. То есть реально можно было два, а мы всего миллиард. Недозаработанные деньги нужно уметь считать. У меня есть методика, как недозаработанные деньги считать. То есть не сколько мы заработали, а сколько мы могли заработать. Субтитры подогнал «Симон»